здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами на очень важную тему связанную с кислотностью почвы многие наши подписчики спрашивают меня как же раскислить почву в том случае если растения уже посажены например на фаса на посадках садовой земляники или под уже растущими томатами или на свекле или на капусте в том случае если уже заметно что растения испытывают дефицит различных элементов связанных с неправильной такой завышенной кислотностью почвы как правило кислотность почвы сопутствует и дефицит кальция и это бывает так что очень сильно проявляется в наши подписчики задавали мне неоднократно вопрос что же происходит с капустой она не завязывает головки вот не завязывает и все вроде бы растет все хорошо подкормлена и все в порядке конечно я на это отвечаю отвечаю комплексно потому что для того чтобы точно ответить на этот вопрос необходимо видеть гряды а причины бывают самые разные и сейчас вы поймете почему этот вопрос так связан с тем о чем я буду говорить дальше первая причина почему капуста может не завязывать головки качаны как следует это неподходящий сорт дело в том что существуют южные сорта которые в умеренной зоне особенно это касается цветной капусты не завязывают цветки и не завязывают головки но это на самом деле редкий случай я сталкивался с этим но очень очень редко второй часто встречаемый случай почему качанная капуста не завязывает головки связано с тем что точка роста была повреждена она может быть повреждена крестоцветной бложкой она может быть повреждена капустной рапсовой молю рапсовым мотыльком она может быть повреждена различными гусеницами в этом случае боковые листья наросли, в какой-то момент точка роста была нарушена, и качан не собирается. В этом случае иногда могут проснуться внутри боковые почки, которые дадут несколько небольших качанчиков, которые даже могут закрыться верхними кроющими листами. Но на самом деле это не качан, и качественной капусты вы не получите. Вы увидите, что внутри какое-то месиво из листьев, непонятно что. Это тот самый случай, когда точка роста была повреждена. Следующим случаем, почему капуста может не завязывать головки, является дефицит кальция. Кальцию весьма чувствительны к дефициту кальция. И томаты, и перцы, и тыквенные растения, и кабачок, все они болеют вершиной гнилью. И капуста тоже реагирует на дефицит кальция от отсутствия нормального завязывания головки. В этой связи, особенно на торфяных почвах, таких органических почвах, которые зачастую бедны кальциям, необходимо обязательно, особенно при посадке капусты, выполнять мероприятия по внесению кальция, по известкованию почв. И сопутствующая проблема отсутствия достаточного количества кальция – это кислотность почвы, завышенная кислотность почвы, когда почва слишком кислая. Этому явлению сопутствует, кроме того, что ненормальное такое всасывание питательных веществ, дефицит всасывания питательных веществ, еще и такое характерное для крестоцветных растений заболевание, как кила капусты. К сожалению, существует очень мало сортов капусты, устойчивых к этому заболеванию. Килой повреждается не только капуста качанная, все виды капусты, а также редька, редиска, репа, дайкон, другие корнеплодные овощи. Повреждается рапс, повреждается горчица и другие крестоцветные растения. В этой связи использование сидоратов крестоцветных, а именно горчицы, рапса и других, является нежелательным на участках, где планируется в будущем году высаживать капусту. Ведь тем самым можно развести высокий вот этот инфекционный фон и вызвать впоследствии наличие килы у капусты. И как раз при заболевании килой белокочанная капуста также может не формировать головки. Мы делимся нашими советами, объясняем все это, очень подробно объясняем в наших комментариях. К счастью, наш канал смотрят и другие блогеры. И зачастую только по нашим ответам и только по нашим консультациям под видео можно сделать десятки различных выпустить сюжетов. И, к сожалению, среди разных блогеров, которые ретранслируют вот эти знания, которые мы даем на своем канале, что мы очень приветствуем, находятся и такие, которые, не понимая процессов, вообще не понимая процессов, на основе наших консультаций начинают что-то придумывать, фантазировать и давать какие-то свои советы, которые не только неполезны, но еще и вредны из-за того, что люди теряют драгоценное время и не выполняют те мероприятия, которые помогут им в решении их проблемы. Одним из таких вредных советов было создание такой меловой болтушки. Когда делался какой-то травяной настой в течение нескольких суток, он был без запаха, что превозносилось, как его огромное достоинство этого травяного чая, ничего подобного, это совершенно не достоинство, это его недостаток. Значит, там не прошли те процессы, которые мы ожидали от микрофлоры, что она там эти процессы сделает. И выполнялась меловая болтушка, вот к этому чаю травяному добавлялся мел, перебалтывалось, перебалтывалось это все, из леечки проливалась капуста, значит, были кочаны очень красивые, все это оглаживалось, говорилось, ой, смотрите, я делаю только так, и вы делаете только так, и вот только тогда у вас будет такая капуста. Люди, конечно, могут быть загипнотизированы какими-то красивыми картинками, какими-то красивыми видами, ловиться на это, поддаваться этому и, как следствие, упуская драгоценное время в том, чтобы нормально проводить мероприятие по коррекции кислотности почвы или обеспечению растений кальцием. Если растениям нужен кальций, то самое простое – это сделать рецепт быстрого кальция. Когда вы смешиваете уксус, мел или другие кальций, содержащие материалы, у вас в итоге получается ацетат кальция, растворимое вещество, вы им проливаете свои посадки, у нас есть отдельное видео на эту тему, даже два, и, соответственно, растения получают кальций. Но раствор, который вы проливаете, обладает нейтральной реакцией, он никак не влияет на кислотность почвы. Если же вам надо быстро раскислить грунт, особенно на посадках многолетников, там, где перекопать грунт очень сложно, я вам сейчас расскажу наш рецепт. Для того, чтобы продемонстрировать вам эффективность этого рецепта, я сделаю следующее. У меня есть вот здесь три такие плошечки с самым обыкновенным грунтом. Вот здесь есть раствор номер один, я сейчас его залью сюда, чтобы он полностью пропитал наш грунт. Вот есть меловой раствор, я вот сделаю такую болтушку из мела, тоже его сюда залью. И есть обыкновенная вода. И вот здесь у меня есть лакмусовая бумажка, с помощью которой мы проверим реакцию растворов, которые получились у нас после стекания вот этих растворов, которые мы добавили в почву. Ну, давайте начнем с воды. Как и ожидалось, реакция у нас такая близкая к нейтральной, ну, даже немножечко такая слабо кислая, это такая шестерочка, но все-таки видно, что это черный торф, поэтому он не 7, 7 должно быть зеленоватое, а он такой немножечко слабо кислый, то есть примерно pH этого грунта равно 6. Давайте проверим, что у нас получилось там, где мы пролили меловым раствором. Ну, во-первых, можно видеть, что весь мел остался на поверхности. Вот здесь вот банка эта прозрачная, и очень хорошо, отчетливо видно, в какой зоне осел мел. Он не проник даже на глубину одного сантиметра, к сожалению. Меряем pH раствора. Та же самая шестерочка, никакой совершенно разницы. И берем третью банку, куда мы заливали наш раствор, о котором я сейчас скажу. Вот даже посмотрите, у него изменился цвет раствора, да, вот этот цвет после мела, а вот этот цвет после того, что мы туда залили. О, видите, какая реакция? Здесь pH примерно 9. Это очень щелочной раствор на самом деле. То есть раствор прошел, полностью проник, мог бы проникать и глубже, и вот сохранил такую свою щелочную реакцию. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Здесь не что иное, как обыкновенная гашеная известь. Гашеная известь является гидрооксидом кальция. Продается в любом совершенно строительном магазине. Раствор гашеной извести называется известковой водой. Гашеная известь очень плохо растворяется в воде. Ее может раствориться примерно 18-20 грамм в одном ведре. Поэтому вот такое количество извести необходимо для того, чтобы обильно пролить наши посадки и тем самым обеспечить наши растения и кальцием, и обеспечить нейтрализацию кислых почв. Разумеется, стоит напомнить, что при использовании этого раствора, а он достаточной степени щелочной, растения должны быть очень хорошо пролиты. И после того, как вы прольете растение примерно в дозе 1 стакан этого раствора на одно растение капусты, томата, перца, баклажана или любых других растений, примерно 1-1,5 стакана, в зависимости от того, насколько кислая у вас почва, вы снова должны как следует пролить растение, чтобы промыть этот раствор в корне обитаемую зону. Ну вот, видите, сам он по себе вот какой щелочной. То есть, пройдя через почвенный раствор, он, конечно же, немножечко поднейтрализовал кислотность, утратил свою щелочность, но все-таки некоторая щелочность этого раствора у него осталась. То есть, он, в отличие от мела, очень хорошо работает. Таким образом, пожалуйста, не поддавайтесь на советы некомпетентных блогеров. Слушайте разные, ищите альтернативные мнения, ищите мнения, которые вас убедят. В крайнем случае, обращайтесь за консультациями, как у врача. Никогда не стоит поддаваться консультации первого врача. Надо услышать второго, третьего и в конечном счете сделать вывод. Ну, конечно, в том случае, если речь идет о какой-то серьезной проблеме. Точно так же и здесь. Не теряйте время, не слушайте неграмотных блогеров. Обязательно пользуйтесь советами, которым вы действительно доверяете, и которые объясняют вам процессы. Надеюсь, что теперь и ваша капуста, и ваша земляника, и свекла, и другие растения, которые зачастую страдают от повышенной кислотности, излишней кислотности почвы, смогут нормально вырасти, нормально дорасти, сформировать кочаны и все остальные органы растений, которые мы так любим употреблять в пищу. Я желаю вам хороших урожаев. Подписывайтесь на наш канал. У нас впереди еще очень много интересного. Всего хорошего. И маленький бонус. Для того, чтобы проверить, имеется ли здесь у нас, после того, как мы пропустили раствор мела через почву, хотя бы какое-то количество кальция, я возьму кислоту и прибавлю сюда. Если бы он здесь был, то оно бы здесь все зашипело. Ну, естественно, как в присутствии самого обыкновенного мела и уксуса. Но, к сожалению, оно не шипит, что, в общем-то, и следовало ожидать, потому что весь мел остался на поверхности почвы. Как видите, реакция этого раствора вот такая вот розовенькая, такая вот кисленькая. Всего хорошего.